Как часто возлюбленные Господи, братья и сестры, жизнь верующего человека сталкивается с проблемой сомнения. Нету, наверное, ни единого верующего, который бы не переживал горечь сомнения в становлении себя как христианина. Если мы возьмем житие святого великомученика и целителя Пантелеймона, который чествуется церковью сегодня, то увидим, что его обращение ко Христу Спасителю также предшествовало сомнение. Наставляемый пресвитером Ермолаем, который стал священномучеником, увенчав свою любовь ко Христу кровью, он однажды молился, если будет его молитва услышана, думал он, тогда истина вера христианская. И вот он увидел ребенка укушенного ехидной, это такой вид змеи. И когда вознес тогда еще Пантелеон, потому что из жития мы знаем, что имя Пантелеймон обрел себе в крещении, и в начале его языческое имя было Пантелеон, что значит «во всем леп». И вот он увидел ребенка ужаленного змеей, уже лежащего мертвым на улице, и вознес молитву к Господу Иисусу Христу о возвращении в жизни ребенка. И вот эта дерзновенная молитва была Богом услышана. И вот это сомнение, которое развеялось, было на пути к тому, чтобы стать великомученику и целителю Пантелеймону христианином. Сомнения присутствуют и на страницах Евангелия, когда мы видим, в частности, через некоторое время, где-то недели через две, мы будем слышать во всех храмах Евангелие, где говорится о исцелении бесноватого отрока. И там его отец на вопрос Господа, если можешь хоть чуть-чуть веровать, веруй, отвечает верою Господи, помоги моему неверию. Вот сомнение ведет всегда к неверию. И сомнение в вере – это такая вот подвалена к неверию. Если мы взглянем на евангельское повествование, которое звучало сегодня во всех храмах Православной Церкви, то увидим, что сомнение одолевало и святого апостола Петра, который, видя Господа, идущего по водам, попросил себе также возможности сверхъестества, то есть чудесно пройти по воде. И апостол Петр, идя по водам, убоялся ветра. Боялся ветра и начал сомневаться в том, что он дойдет до Господа. И как только вот это сомнение вошло в его сердце, апостол Петр стал тонуть. И тогда он возгласил «Господи, спаси меня». То, что развивает всякое сомнение, это, конечно же, упование на Бога, упование на то, что Господь не оставит тех, кто к нему взывает. В святоотеческом наследии также святые отцы обращают внимание на сомнение, как ту страсть, которая отдаляет нас от Бога. Позволю себе процитировать преподобного Ефрема Сирина. Он говорит, кто уверовал в Бога, тот не должен колебаться сомнением, что потерпит лишение во время своего служения. Маловерный же, не имея твердого купования на Бога, осуждается как неверный. А преподобный Исаак Сирин говорит, дорогие братья и сестры, сомнение сердца приводит в душу боязнь. Мы видим в евангельском повествовании, что боязнь святого апостола Петра, она повлекла вот эту историю с тем, что он начал утопать. Так часто бывает, мы, становясь на молитву, не верим, что Господь нас услышит. Так часто бывает, мы, погружаясь в суете наших мирских, житейских дел, да даже обычного элементарного быта, мы, погружаясь в суете, не оставляем время к молитве. И тут приходит и сомнение в помощи Божией, тут приходит к нам и такое маловерие, недостаточное доверие по печенью Божию о нас, тут приходит к нам и в крайней степени и сомнение в вере, сомнение в том, что в крайнем отчаянии, те, кто не крепкий в вере, сомнение в том, что Бог вообще есть. И поэтому прав преподобный Ефрем Силин, когда говорит, что сомневающийся в итоге может быть осужден как неверный. Апостол Петр, который шел по водам, он и спросил у Бога чудо. И это чудо, на самом деле, как толкует блаженный Теофилат Болгарский, оно является ненужным чудом, потому что ради чего апостол Петр просил пройтись по водам. Вот такие бывают моменты, когда мы у Бога просим чего-то в своей жизни, чего нам не стоило бы просить, потому что есть вещи необходимые, есть вещи, которые содействуют нашему спасению, а есть те или иные явления, события, которые не нужны нам попросту. Если они нам не наносят вред, то они просто, бывает, не приносят нам пользы. И вот это чудо, хождение по водам апостола Петра вслед за Господом, это, по мысли блаженного Теофилакта Болгарского, это было ненужное чудо, которое попросил апостол Петр. Но Господь даже это ненужное действие сверхъестества дает апостолу Петру. И как только начинает апостол сомневаться, мы видим, что обратил он внимание на ветер крепкий. Как сказано в Евангелии, этот сильный ветер, он отвлек внимание от Христа Спасителя у апостола Петра. Мы должны помнить, что, видя истинный свет во Христе Спасителе, ничто не должно отвлекать нас, дорогие братья и сестры, от источника нашей жизни. Если мы уверовали во Христа, то Христос должен стать светом нашей жизни и наполнять ее радостью. И сомневаться в этом нам не стоит, потому что Господь любит нас, свыше всяких наших сомнений, свыше всяких наших недоверий. Часто мы задаем вопрос, что же будет дальше. Многие напуганы и ситуацией с пандемией коронавируса. Многие напуганы тем, что же будет дальше в материальном плане. Но это для неверующего человека может быть страшным завтрашний день. Верующий человек помнит, что печется о нем сам Господь. Пусть же молитвами святого великомученика и целителя Пантелеймона, который обратился к вере, пройдя горнило сомнения и получив от Бога благодать и благословение, стал врачом безмездным. Господь хранит всех вас, дорогие братья и сестры, в добром здравии духовном, чтобы мы в чистоте исповедовали веру православную, были верны нашему Господу и спасу Иисусу Христу, и не поддавались помыслам сомнения, но взывали к Нему, исполняясь благодатного сокровища веры. И при этом всегда знали, что Господь даст всякое, что нам есть на потребу. Как говорится в заомбонной молитве словами апостола Якова, брата Господня, во всякий дар совершен свыше есть. Вот всякого дара совершенного свыше Господь делает нас достойными по своей милости, потому что по правде мы таковых дарований часто бываем недостойны. Но дает Господь просимое только, когда мы не сомневаемся. Не сомневайтесь в том, что Господь будет миловать и питать всех вас и тех, о ком вы молитесь. Не останетесь без хлеба насущного, и день завтрашний будет с Господом, и день завтрашний не оставит никого в задвении. Когда мы говорим о Христе Спасителе, то нужно помнить, что слова, которые прозвучали из уст Спасителя, сегодня мы их слышали со страниц Евангелия, когда апостолы думали, что это призрак по бушующему морю идет к ним. Он сказал, дерзайте, это я, не бойтесь. Помним, что если мы уверовали во Христа, то не стоит нам бояться, а стоит в днеразновении исповедовать пречестное великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо Господу.